Смотрите, мы начинаем новую тему. Мы вроде как поговорили про линейные операторы, и сейчас будем обсуждать некоторую новую структуру, чтобы немножко мотивировать, зачем это может понадобиться. Не то, чтобы мы сильно мотивировались, зачем могут понадобиться линейные операторы. Про линейные операторы я могу сказать вот что. Пафос всей этой части науки состоит в том, что если посмотреть под микроскопом на что-нибудь нелинейное, но при этом дифференцируемое, гладкое, то оно под микроскопом становится линейным. Мы это видели на примере анализа функции одной переменной, когда у нас есть какой-то график какой-нибудь функции, мы можем взять какую-то точечку, посмотреть на этот график в окрестности этой точки и сказать, что он там хорошо аппроксимируется некоторой прямой. Это означает, что наша функция хорошо аппроксимируется просто линейной функцией, так сказать, если мы перенесем начало координат в эту точку, то у нас вот такая вот функция, графиком которой является прямой, это просто линейная функция y равняется kx. Поэтому идея вот этого перехода от изучения нелинейных систем к изучению линейных систем — это некоторая ключевая идея во всем анализе, и не только в анализе. И поэтому достаточно разумно, что когда мы переходим в пространство многомерное, нам тоже нужно что-то понимать про то, как устроен линейный оператор, линейное отображение. Потому что впоследствии мы будем этим пользоваться на курсе многомерного анализа, будет обсуждаться, что такое многомерное производное, многомерных отображений из одного пространства в другое, и там эти самые линейные операторы будут возникать, естественно, в области. Вот. Ну и не только там, это такой стандартный объект. Значит, сегодня я хотел бы поговорить, и вообще эта часть курса будет посвящена другому объекту, не линейным операторам, а штук, который называется квадратичной билинейной формы. Значит, общая тема билинейной квадратичной формы. И прежде чем я начну давать какие-то определения, давайте поговорим вот на какую тему. Допустим, у меня есть просто обычная плоскость. Значит, вот у меня есть какие-то два вектора. Вектор Е1 и вектор Е2. Есть какой-то базис. И есть какой-то вектор У, который как там по этому базису раскладывается. У1Е1 плюс У2Е2. Вопрос. Как найти длину У? Умейте находить длины векторов? Какие есть идеи? Да, значит, есть теремия Пифагора. И можно действительно нарисовать прямоугольный треугольник. Давайте я каким-то цветом нарисую. Значит, и сказать, что у нас вот здесь У1 длина, здесь длина У2. Поэтому было бы логично ожидать, что длина вектора У. Значит, длины в этой науке обозначаются, как правило, вот так, вот двумя палочками. Значит, координаты У мы знаем. Вот они. Я сказал, что она вот так раскладывается по базису. Значит, вот эта штука называется длиной. Длина или норма, это одно и то же вектора У. Значит, она равняется квадратному корню из У1 в квадрате плюс У2 в квадрате. По теореме Пифагора. Все согласны с этим утверждением? Хорошо. Давайте теперь сделаем такую штуку. Давайте теперь заменим базис. Давайте пусть у меня есть вектор, допустим, Е1, штрих, который есть, скажем, Е1 плюс Е2. Есть вектор Е2 штрих, который есть 2Е2. Сделаем такую замену базису. Тогда у нас есть вектор У, у него теперь есть координаты У1 штрих, Е1 штрих плюс У2 штрих Е2 штрих. Значит, как связаны координаты У1 штрих и У2 штрих с исходными координатами? Значит, У1 штрих равняется чему? Значит, мне нужно написать матрицу перехода. Матрица перехода выглядит так. Значит, единичка, единичка. Здесь нолик двоечка. Значит, У1 штрих равняется... Немножко неудачно у меня получились. Давайте я здесь потребую, чтобы у меня было вот здесь вот 2Е1. А тут можно оставить просто Е2 вот так. Тогда в матрице будет тоже вот так. Значит, вот такая замена базиса. Значит, я У1 штрих... Сейчас, не хочу У1 штрих выражать, хочу, наоборот, выразить У1. Как У1 выражается через У1 штрих, У2 штрих. Значит, У1 – это просто 2У1 штрих, У2 – это просто У1 плюс 2У2. Вот так. Да, правда. Здесь должна быть единица, и здесь тогда тоже единица. Значит, вот так происходит замена базиса. Правильно я теперь написал? Так, ну и давайте посмотрим. Значит, длина вектора... Ну, смотрите, какая идея? Я поменял базис. Но вектор, он каким был, таким и остался. Длина его тоже, по идее, не должна была измениться. Ну, базис я поменял, но базис – это базис. Он как бы... Это тот способ, с помощью которого мы смотрим на векторы. А сам вектор, вот он нарисован, вот она стрелочка, и он никаким образом не поменялся. Поэтому длина его тоже не должна была поменяться. Поэтому в новых координатах его длина такая же, как в старых. Но давайте ее найдем, как она записывается в этих самых новых координатах. Значит, это и есть корень. Давайте я буду писать так. Давайте я буду... Возведу в левую часть, в квадрат, и тогда не буду писать корень. Значит, вот эта штука в квадрате плюс вот эта штука в квадрате. Это равняется... Дальше просто делаю подстановку. 2у1 штрих в квадрате плюс у1 штрих плюс у2 штрих. Все это в квадрате. Что получается? Получается 4 у1 штрих в квадрате плюс у1 штрих. 2у2 штрих в квадрате плюс 2у1 штрих у2 штрих плюс у2 штрих в квадрате. Получается 5у1 штрих в квадрате плюс 2у1 штрих у2 штрих плюс у2 штрих в квадрате. Вот такая штука получается. то есть смотрите что получается в новом борисе в борисе в котором координаты вектора у это один штрих у 2 штрих его длина записывается вот такой формулой это совсем не такая же формула как было когда мы стали выше ну почему это так почему на самом деле мы могли почему мы написали здесь именно такую формулу а здесь получается какая-то другая формула как так как так произошло какие есть идеи почему почему вообще так случилось вот тут я задал вам вопрос как какова длина вектора вы мне сразу написали формулу а тут вдруг выяснилось что длина этого самого вектора может описываться совсем другой форму вот такой почему вы сразу написали вот такую формулу они вот такую я же ничего про этот базис на самом деле не говорил какие предположения вы использовали здесь чтобы написать вот эту формулу которые не выполняются вот здесь смотрите значит действительно вот я ничего не сказал про этот базис проба из е1 е2 но я нарисовал картинку и из этой картинки вы как бы считали что видимо судя по тому как эту картинку нарисовал вектор она по крайней мере похожи на перпендикулярные базисные векторы во вторых тут уж я совсем ничего не говорил а вы додумали вы предположили что длины этих векторов равны единице действительно формула а значит вот эта формула для длины меняется существенным образом меняется при замене базис вот и на самом деле вот эта формула верно только в ортонормальных базисах значит верно если верно если базис как говорят ортонормальный то есть и это перпендикулярные житому и норма всех и так единицы ну собственно говоря вот эта ссылка на телеом пифагора явно свидетельствует о том что нам нужно чтобы вот этот угол был прямым ну а этот угол как раз это то же самое что вот этот угол поэтому нам требуется ортогональность базиса проблема в том что не совсем понятно вот здесь вот я накладываю какое-то условие на базис и в этом условии я пишу что там длина векторов должна быть равна единице но что это вообще означает и если с другой стороны я пытаюсь это слово использовать для того чтобы вообще определить что такое длина вектор я говорю что длина вектор это вот такая штука что тут возникает какое-то какое-то такое как бы замкнутый круг непонятно как аккуратно как это аккуратно определить но на самом деле сделать это можно но нужно рассуждать немножко по-другому давайте давайте посмотрим на теперь общее определение короче говоря мораль вот этой части лекции такая все что вы до сих пор знали про длинный векторов не совсем правда потому что не все базисы ортонормальны и вообще для того чтобы что-то говорить про длинный векторов нам нужно нам недостаточно иметь просто векторное пространство и какой-то базис в этом векторном пространстве нам нужно знать какую дополнительную информацию знать информацию о том как эти расстояния меряются вот это расстояние она кодируется в штуке которая называется евклидовой структурой и для того чтобы определить что что это такое нам нужны сейчас нам нужно сейчас много новых дополнительных понятий поэтому вот как бы цель этой мотивировки немножко продемонстрировать что не все так просто с расстояниями с длинными векторов как возможно оказалось раньше когда мы там привыкли к тому что у нас все системы карнат это обязательно вот ортогональная декарта в системы карнат как в школе вот ну что едем дальше так кого-то я сейчас замью все окей давайте поговорим про белинейные формы определение белинейная форма на пространстве в это такая штука значит это отображение давайте буду рисовать их так красивенькими башечками значит это отображение б от двух переменных значит из декартового произведения в на в то есть отображение как бы функция двух переменных от двух векторов в вещественные числа значит мы сейчас будем рассматривать только вещественные пространства значит векторное пространство над r обязательно на c там возникает немножко другие объекты а а значит вот такое отображение соответственно b от увы это какое-то число вопрос что такое белинейная можно догадаться по названию даже если вы не знаете кто-то видим уже знает из курсов из курса фригородского значит что такое белинейная форма что значит белинейность ну скажите что такое белинейность можем догадаться даже если не знаете нет никто не догадался по двум переменам да значит что такое белинейность это означает что она просто линейна по каждой из переменных то есть это означает что для всех лямбды допустим лямбды и мю вещественных чисел и для всех векторов там я не знаю у у с волной в с волной справедливо такое утверждение значит лямбда у плюс мю у с волной в лямбда ой второй аргумент забыл значит вот такая штука справедливо и со вторым аргументом то же самое значит если у нас здесь есть какой-то у есть лямбда в плюс мю в с волной то это будет лямбда б у в плюс мю б у в с волной а то есть как бы если я зафиксировал одну из переменных то по второй переменной эта штука ведет себя как линейное отображение можете привести пример какой нибудь ситуации когда вы уже сталкивались когда-либо своей жизни с били нейными формами можете привести какой-нибудь пример какой-нибудь били нейной формы то есть определение били нейная форма такая штука это такое отображение которая у которого на входе два вектора из нашего векторного пространства из одного и того же вектора на пространство на выходе вещественное число значит это отображение должно обладать следующим свойством ну а собственно вот этим вот этими двумя свойствами которые здесь написаны а это означает что если вы фиксируете один из векторов например фиксируете второй аргумент то по первому аргументу эта штука должна быть линейной да настя право а пример бель нейной формы с которым все знакомы например скалярное произведение двух векторов скалярное произведение обычно в разных науках обозначается немножко по-разному в обычно в линейной алгебре обозначают просто вот так вот скобочками значит у запятая в это действительно пример били нейной формы ну потому что есть потому что есть вот такие вот и есть возможность раскрывать скобки то есть если я пишу например лямбда у плюс мю у с волной на в это дальше я могу как бы раскрыть скобки и использовать дистрибутивный закон и написать что это лямбда у в плюс мю у с волной в если вы когда-нибудь возились со скалярным произведением скорее всего такое когда-нибудь делали но и если нет то логично от штык который называется произведением ожидать чего-то такого ну потому что если бы я записывал бы это в какой-то более привычной форме например если бы я бы произведение обозначал бы точечкой а не вот такими скобками то мне бы очень хотелось бы здесь раскрыть скобку использовать дистрибутивный закон для произведения и написать значит лямбда у на в плюс мю у с волной на в то есть в некотором смысле вот это свойство били нейность это такое характеристическое свойство той штуки которую мы хотели бы называть произведением вот и на самом деле это будет одна из наших целев edges такое определить как бы такой скалярное произведение пока что я просто значит тут покажу вот он вот в этом примере я использую термин скалярное произведение просто как что-то с чем вы раньше сталкивались и про что вы можете иметь какое-то представление пока что я не даже не пытаюсь аккуратно сказать кто такие скалярные произведения просто ссылка на ваши воспоминания. Это определение билинейной формы. Давайте я приведу еще какой-нибудь пример билинейной формы. Допустим, у меня есть два вектора, которые как-нибудь раскладываются по базису. Я буду писать в двумерном пространстве просто, для простоты. И, допустим, моя билинейная форма b от uv устроена так. Вот как бы в скалерном произведении я должен был бы умножать вот эту штуку на эту, а вот эту на эту. А я взял и решил зачем-то умножить вот эту на эту штуку, а вот эту на эту штуку. Вопрос, будет ли вот эта штука билинейной формы? Будет, действительно. Можно проверить упражнение, проверить, что действительно билинейная форма. Несмотря на то, что я умножаю вот так вот, как бы крест на крест. Хорошо. Давайте теперь поедем дальше. Вот смотрите, значит, допустим, что у меня есть какая-то билинейная форма. Но вот я ее могу задавать каким-то вот таким вот образом. Как устроена вообще произвольная билинейная форма? Какими они вообще бывают? То есть видно, что билинейные формы бывают вот какими-нибудь вот такими. Но дальше понятно, что я здесь мог бы какие-то коэффициенты расставлять произвольным образом. Я могу здесь двойку поставить, а здесь пятерку. Тоже была билинейная форма. Мог бы сюда еще что-нибудь дописать. А вот как устроено вообще все множество билинейных форм? Как задать произвольную билинейную форму? Есть ли какие-нибудь идеи? Ну, понятно, что если у меня есть билинейная форма, я могу написать функцию, вроде как какую-то формулу, наверное, которая эту билинейную форму задает. Но какими эти формулы бывают? Как задать билинейную форму? Ну, давайте посмотрим. Какие вообще есть идеи? Посмотрите, когда мы обсуждали линейный оператор, у нас сначала было общее понятие линейного оператора. А потом мы выяснили, что линейные операторы, на самом деле, абсолютно все, задаются очень просто. Они задаются как умножение на некоторую матрицу. Каждый оператор задается как умножение на свою матрицу. Матрица этого линейного оператора. Вот я хочу что-то похожее сделать с билинейными формами. Как бы мне это делать? Вот есть ли какие-нибудь идеи? Что-то вы молчаливые сегодня. Посмотреть, куда байс переходит. Да. Значит, композиция двух линейных операторов. Нет, смотрите. Значит, билинейные... Билинейные формы и линейные операторы живут в некотором смысле немножко в разных мирах. Линейные операторы — это отображение из линейного пространства в линейное пространство. А билинейная форма — это отображение из двух элементов линейного пространства в число. Это немножко разные объекты. Сейчас мы в этом убедимся. Значит, идея посмотреть, что происходит с байсом, очень хорошая. Но, опять же, байс сам по себе никуда не переходит. Это не линейный оператор. Но наоборот, можно думать так. Вот у меня есть байсный вектор. Я хочу посмотреть, как моя форма работает на этих байсных векторах. Значит, давайте сделаем такую вещь. Пусть задан байс. Я один и так далее. Давайте посмотрим на значение билинейной формы на векторах ЕИТ и ЕЖИТ. Я просто смотрю, как билинейная форма... Считаем значение билинейной формы на всех парах байсных векторов. Получается, для каждого ЕЖИ получается свое число. И я могу все эти числа записать в виде матрицы. Значит, вот такая штука. Я могу теперь написать матрицу B1.1 и так далее. B1.n и так далее. Bn.1 и так далее. Bn.n. Значит, вот эта штука — это матрица B. То есть понятно, как матрица находится. Мне нужно подставить, поподставлять в билинейную форму все пары байсных векторов и даже записать все, что получилось в эту матрицу. Ну, давайте просто в качестве примера. Там в размерности 2 это выглядело бы так. То есть значение B на Е1, Е1. Значение B на Е1, Е2. Значение B на Е2, Е1. Значение B на Е2, Е2. Отлично. Теперь смотрите, что я делаю. Давайте я возьму произвольный вектор, даже пару произвольных векторов, и посмотрю, чему равняется значение формы на этой паре произвольных векторов. Значит, пусть у меня есть два вектора. У. У1, Е1 плюс и так далее, плюс УН, ЕН и В. В1, Е1 плюс и так далее, плюс ВН, ЕН. И я хочу найти значение B на вот этой самой штуке. Значит, на паре УВ. То есть значение B на У1, Е1 плюс и так далее. УН, ЕН. У. Ну, что можно сделать с таким выражением? Как его можно упростить? Значит, про форму B мы знаем, что она билинейная. И можно этим воспользоваться. Можно просто раскрыть скобки. То есть если представлять себе, что это как бы такое произведение, то можно в этом произведении пораскрывать все скобки. Ну, давайте посмотрим, что получится. Давайте я начну, например, со второго слагаемого. Значит, оставлю пока первое, как есть. Давайте я даже повторять не буду так полностью. Давайте я буду писать так. Значит, вот у меня есть первый аргумент – это У. Я его пока так и буду писать. У. А второй аргумент – это вот такая сумма, вот такая линейная комбинация. Значит, я могу теперь заменить всю вот эту штуку на линейную комбинацию B-шек, где первый аргумент по-прежнему У. А второй аргумент – это вот такие вот штуки. Е1 и так далее, ЕН. Значит, Б, Е1 плюс и так далее, плюс Б, У, Е, Н. Значит, чего нужно подставить вот сюда? Вот сюда. В-шки соответствующие. Значит, здесь будет В1, здесь будет ВН. Отлично. Давайте я это так запишу. Значит, чтобы сейчас покомпактнее все это записывать, давайте я просто скажу, что это сумма по… Ту-ту-ту-ту, значит, это В. Надо понять, по кому. Ладно, пусть будет по G от 1 до Н, В-жито, В от У ежито. И теперь я с каждым из вот этих слогаемых разберусь с первым аргументом. Значит, это есть сумма по G от 1 до Н, В-жито. Значит, опять же, расписываю B теперь в виде У1, Е1 плюс и так далее, плюс УН, ВН. Здесь остается Ежито. И дальше вот с этой штукой я делаю ту же самую процедуру. Я говорю, что это и есть такая штука. Значит, здесь тоже возникает сумма. Какой-то другой переменный, пусть это будет К от 1 до Н. Значит, что нужно написать? У, Ката, а здесь остается B от Е. Ката и Ежито. Ну, хорошо, пусть будет не К здесь, а И. Просто для того, чтобы эта формула выглядела более знакомой. И здесь тоже должно быть Е. Вот такая штука. Вот эта вещь – это наша B и T, Жито. По определению. Элемент нашей матрицы. Значит, давайте я еще раз это запишу. Можно вынести вот эту УИТ-ю за… Точнее, наоборот, давайте я, наоборот, внесу вот это ВЖИТ-е, внесу вот сюда вот внутрь. И получается такая штука. Сумма по Жи от единицы до Н, сумма по И от единицы до Н, ВИЖИ, ВЖУИ. Вот такая формула. Понятно, откуда она взялась? Значит, просто раскрыл все слагаемое, воспользовался линейностью, просто, ну, вот, если у вас были бы две длинные скобки такие, была бы какая-то длинная сумма, вы бы раскрывали бы все эти скобки, применили бы, там, закон, который мы со школы знаем, что каждый с каждым перемножается, и получили бы ровно эту вещь. Теперь я хочу записать это в виде каких-то матричных операций. Давайте посмотрим, как это сделать. Вот у меня есть матрица. В1, В1 и так далее. В1, В1. Виде вектор столбцов. Вектор У – это вектор вот такой, У1 и так далее, УН. И есть вектор В. Он есть В1 и так далее, ВН. Давайте посмотрим, например, вот на эту часть. Скажем, В и житая, В житая. Вот такая вот сумма по Ж. Не напоминает ли вам чего-нибудь? Значит, я хочу В и житая умножать на В житая и просуммировать все это по Ж. То есть я хочу идти, значит, умножать вот эту штуку на вот эту штуку, дальше вот эту на вот эту и так далее, вот эту на вот эту и все сложить. Как такую вещь получить? Умножение матриц. Да, что на что нужно умножить? Значит, ну вот, например, для того, чтобы получить вот такого типа суммы, что на что нужно умножить? Нужно умножить В на В. Совершенно верно. Вот я здесь просто пишу В1 и так далее, ВН. А теперь, смотрите, есть еще одна проблема. Мне нужно, с другой стороны, мне нужно умножать вот эти же самые В и житые, мне нужно умножать еще на Уитое. Ну, точнее, можно сказать так, что теперь вот это произведение мне нужно умножать на Уитое. Как это сделать? Вот нужно умножить У на В. Ну, а как У умножить на В? Если я здесь напишу вот так вот вектор У1 и так далее, УН, то это будет не то, что мы хотим. Вообще такая сумма не посчитается. Нужно транспонировать. Но вот можно транспонировать матрицу, а можно транспонировать вектор. Давайте мы транспонируем вектор. Я здесь напишу вектор У. Но в виде вектора строки. Вот такая штука. Значит, если вы мне сейчас не верите, просто сделать это упражнение, вы все умеете умножать матрицы на векторы, сделать это упражнение и убедитесь в том, что действительно вот эта штука, это в точности вот такая сумма. Значит, эта штука коротко записывается так. Так, это и есть матрица В. С одной стороны я умножаю на вектор В, а с другой стороны я умножаю на вектор У транспонированный. Вот такая формула. Таким образом, мы фактически доказали такое утверждение. Утверждение для всякой билинейной формы B, всякого базиса, E1 и так далее, E, N. Существует такая матрица B, такая, что для всяких векторов U с задными координатами в этих базисах. Значение формы B на этих векторах записывается вот в таком виде. Соответственно, B называется матрицей этой билинейной формы или матрицей грамма. Или про матрицу грамма говорят только в контексте скалерных произведений. Я сейчас что-то засомневался. Давайте просто матрицей билинейной формы. То есть, точно так же, как и линейные операторы, билинейной формы задаются матрицами. И это в какой-то мере хорошая новость, потому что мы много чего умеем делать с матрицами. И нам, вообще говоря, будут пригождаться некоторые наши умения. Но дальше может возникнуть вопрос. Вот у нас были линейные операторы. Линейные операторы задавались матрицами. А теперь у нас билинейные формы. И они тоже задаются матрицами. Там матрица N на N, и тут матрица N на N. В чем тогда разница? И то, и то, и то, и то — это просто матрицы. Вроде как. В чем разница между матрицами билинейных форм и матрицами билинейных операторов? Оказывается, что разница есть. И эта разница не в том, как эта матрица записывается в конкретном базисе. А эта разница в том, как матрица преобразуется, когда вы меняете базис. Значит, матрица билинейной формы и замена базисом. Пусть у нас есть два базиса. Пусть у нас есть одна билинейная форма и два базиса. Билинейная форма B. И базисы E1, E1, E1' и так далее. E1' Пусть в базисе E1' и E1' и так далее. Какова ее матрица в базисе E1' и так далее. Значит, давайте считать, что у меня есть матрица перехода. Значит, матрица перехода С, которая говорит, что если у меня есть вектор U, у которого есть координаты U1, E1' и так далее, плюс U, N, E, N, и у него же есть координаты со штрихами, то тогда эти координаты связаны таким образом. U1' и так далее, U, N равняется С на U1' и так далее, U, N'. Значит, это переход к другому базису, который мы неоднократно обсуждали. Но давайте просто применим эту штуку. Значит, я хочу написать это таким образом. Значит, вот у меня есть значение формы B на паре векторов U, V. Значит, с одной стороны я знаю, что это есть матрица B умножить справа на вектор V1' и так далее, V, N, слева на вектор U1' и так далее, U, N. Значит, здесь их координаты в старых базисах. Дальше. Я выражаю вот эту штуку через координаты в новом базисе. Давайте я напишу так, это есть B. Значит, чтобы вот здесь использовать координаты в новом базисе, я просто использую оно вот такое же равенство. Давайте я его напишу сейчас для V тоже. Значит, V1' и так далее, V, N. Это есть С на V1' и так далее, V, N', где V, это есть V1' и так далее, V1' и так далее, V, N' 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 и так А что нужно написать вот здесь? Значит, мне нужно выразить вот эту штуку в виде вектор строки. У меня есть вот такая запись, которая связывает вектор столбец U с вектор столбцом U'. Да, вот Николай предлагает домножать что-то на обратную матрицу, но тут на самом деле нет никаких обратных матриц. Смотрите, у меня есть вот это равенство. Это равенство матриц. Я могу равенство матриц транспонировать. Если я транспонирую эту штуку, то получается такая вещь. У меня слева возникает... Значит, давайте я вот здесь вот скажу, что я ее транспонирую. У меня получается слева возникает вектор строчка U1 и так далее, UN. А что будет написано справа? Значит, у нас здесь написано произведение двух матриц. Вот такой матриц и вот такой матриц. Что происходит с произведением матриц, если вы транспонируете произведение? Значит, C, U1' и так далее, UN'. И все эти произведения транспонируют, значит, они меняются местами. Получается вот такая штука. U1' и так далее. У N' на C транспонирование. Значит, каждая транспонирует и поменяет местами. Совершенно верно. Таким образом, вот сюда, вместо вот этого вектор строки вот такой, я подставляю вот это ее представление. Давайте я это напишу так. Я скажу, что это... Ну, окей. Значит, это есть U1' и так далее. У N' на матрицу C транспонирование. Смотрите. Что получается? Если я хочу найти значение формы B на векторах U и V, и про эти векторы U и V, я знаю их координаты в штрихованном базисе, то тогда в качестве вот той самой матрицы, которая здесь должна стоять посерединке, чтобы мне эту штуку посчитать, мне нужно взять, вместо матрицы B, мне нужно взять вот такую матрицу. Это и означает, что вот это есть матрица моей формы в новом базисе. Спасибо. 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 Видно, что эта формула отличается от той формулы, с которой мы сталкивались, когда обсуждали линейные операторы. В формуле перехода для линейного оператора вот здесь, вместо транспонированной матрицы, стоит обратная. Это принципиальное различие. Здесь формула работает вот таким образом. Итог. Матрица B в новом базисе. С транспонированная, B, C. Понятно ли это? Так, Настя, понятно. Еще кому-нибудь понятно, кроме Насти? Николаю, понятно. А кроме Насти, Николая? Ага, отлично. Много кому понятно. Ура. Хорошо. Так, ну хорошо. Едем дальше тогда. Так. Смотрите. Есть еще такие штуки. Давайте поговорим еще про скалярное произведение. Мы знаем, что скалярное произведение обладает свойством билинейности. Моя текущая цель на ближайшие 15 минут, может быть, 10, это понять, кто такое скалярное произведение. Хотя, может быть, я сделаю сейчас это побыстрее. Значит, кто такие скалярные произведения? Я специально пишу во множественном числе, подразумеваю, что скалярных произведений, вообще говоря, может быть много разных. Во-первых, скалярное произведение — это билинейная форма. Значит, я вот так вот рисую скалярное произведение. Здесь как бы точечками я обозначаю места, в которые нужно букву подставлять, вектору подставлять. Значит, это билинейная форма. Вопрос. Всякая ли билинейная форма является скалярным произведением? Ну так, с разумной точки зрения. Какие еще свойства скалярного произведения вы знаете? Первое свойство — билинейность. Какие еще свойства вы знаете? Коммутативность. Да. Коммутативность у V равняется VU. Значит, или в данном контексте говорят симметричность. Так, отлично. Какие еще свойства вы знаете для скалярных произведений? Всякая ли билинейная и симметричная штуковина является скалярным произведением? Можно ли еще что-то от скалярного произведения потребовать? Ассоциативность у нас и есть... Сейчас, что такое ассоциативность? Я ассоциативность за пределами билинейности... А, сейчас. Нам-нам-нам-на. Ассоциативность, ассоциативность... А, да, нет. Сейчас. Какая такая ассоциативность? Я не могу перемножить скалярно три вектора. Я не могу результат скалярного произведения скалярно умножить еще на что-то. Поэтому ассоциативности для скалярного произведения нет. Просто ее невозможно сформулировать. Так, вот Максим правду пишет. Значит, есть еще такое условие, что если вы умножаете скалярно вектор сам на себя, то результат этого действия всегда больше либо равен нулю. Это называется неотрицательная определенность. Значит, вот если бы у нас так получилось бы, что я беру какой-то вектор, скалярно его умножил сам на себе, получил число минус 15, то я бы заподозрил, что у меня подсунули какое-то фальшивое скалярное произведение, что таких скалярных произведений не бывает. Значит, неотрицательная определенность. Хорошо, а еще? Может быть, можно как-то вот это условие неотрицательной определенности еще дополнительно усилить, еще что-то сказать в таком же стиле, но только еще более сильно? Для каждого у есть перпендикулярный ему вектор. Это, конечно, правда, но это не является фундаментальным свойством. Свойством, да. Значит, строго больше нуля, если вектор не ноль. Да, Анна совершенно права. Значит, есть более сильное условие, а именно что скалярное произведение вектора самого на себя всегда больше либо равнается нулю, но если этот вектор, если скалярное произведение вектора на себя равняется нулю, то это происходит тогда и только тогда, когда вектор просто нулевой. Значит, вот эти два условия называются положительной определенностью. И все. На самом деле больше ничего требовать не нужно. Давайте я напишу формальное определение. Белинейная форма, заданная на V, называется скалярным произведением. Если она симметрична, положительно определена. Иными словами, белинейная, симметричная, положительно определенная форма — это то же самое, что скалярное произведение. Из этого, в частности, следующее. На самом деле можно задавать скалярное произведение по-разному. На одном и том же векторном пространстве я могу задать несколько разных скалярных произведений, теоретически. Но это примерно соответствует тому, что я могу по-разному вводить системы координат, по-разному вводить то, как у меня меряются углы. В общем, короче говоря, велинейные формы бывают разные. Вы простите, скалярные произведения бывают разные. То есть скалярное произведение — это не что-то, что пришло вместе с векторным пространством. Это некоторая дополнительная структура. Вот. Так, ну хорошо. Давайте, соответственно, заметьте, что до тех пор, пока мы не задали, например, билинейную форму, абсолютно бессмысленно задавать вопросы про то, ну, допустим, я нарисовал два вектора. Вот такой вектор и вот такой вектор. Какой из них длиннее? Если я не задал никакое скалярное произведение, то у меня нет возможности вычислить длины векторов. И совершенно бессмысленно задавать вопрос, какой из этих двух векторов длиннее. Непонятно. Зависит от того, как мы систему измерения длин введем. Значит, надо сказать, что если задано скалярное произведение, то оно автоматически задает длины значит, если у меня задано скалярное произведение, то автоматически заданы длины. Значит, длина вектора U — это квадратный корень из его скалярного произведения самого с собой. Углы. Значит, углы задаются следующим образом. Мы знаем, что обычное скалярное произведение — это длина U на длину V на косинус угла между ними. Соответственно, можно из этой формулы наоборот выразить косинус. Косинус угла между двумя векторами — это по определению того, что такое угол. Понятно, что не по определению того, что такое косинус, а по определению того, что такое угол. А это вот эта штука. Это мы взяли скалярное произведение, поделили на вот такие вот вещи. Значит, это способ определить, что такое вообще углы. Значит, здесь, по идее, должна быть теорема, которую я сейчас не буду доказывать, о том, что таким разместителем всегда можно определить косинус, а именно, что вот эта штука всегда лежит от минус единицы до единицы. Неравенство, не помню, кого, к Шибаняковскому, наверное. Вот. Ну, значит, по крайней мере, если задноскалярное произведение, то есть представление о длинах, есть представление об углах. До того момента, как задноскалярное произведение бессмысленно спрашивать, например, являются ли два вектора ортогональными. Просто непонятно, что это значит. Дальше. Следующее определение. Пусть задноскалярное произведение. Тогда базис... E1EN называется ортонормальным. если все векторы базиса единичные по длине и взаимно ортогональны. То есть, что это означает? Значит, то, что они единично по длине, означает, что у них скалярное произведение каждого этих векторов само собой равно единице. Значит, E и t равняется единице. Если я возьму скалярное произведение разных базисных векторов, то я получу ноль. Это условия ортогональности. E и t, E, j, t равняется нулю, где i от единицы до n, j от единицы до n, i не равняется j. Иными словами, можно это переписать по-другому. Можно сказать, что скалярное произведение e, t, e, j, t равняется дельта и j, j. Знакома вам такая дельта? Символ Кронекера. Единичка, если индексы совпадают, и нолик, если различный. Знакома. Хорошо. Вопрос. Как выглядят матрица скалярного произведения в артонормированном базисе? Единичная. Но, собственно говоря, это ровно здесь и написано. Значит, здесь написано, что элементы матрицы E и j, это в точности дельта и j, то есть по диагонали единички, все остальные нули. Единичные. И это, собственно говоря, тот случай, с которого мы начали. то есть, когда я нарисовал вот эту картинку и попросил вас написать длину вектора, вы неявно предположили, что тот базис, который я нарисовал, является артонормальным. Значит, то, что здесь как раз и написано. Все векторы перпендикулярны, их длина равна единице. То есть, словами, вы неявно предположили, что я ввел некоторую систему координат и ввел некоторую евхлидовую структуру, некоторое скалярное произведение, такое, что мой базис артонормальный относительно этого скалярного произведения. Ну, в принципе, та картинка, которую я нарисовал, конечно, к этому подталкивает. Но нужно понимать, что на самом деле, если у вас задано абстрактное векторное пространство, ну, вообще говоря, совершенно непонятно, как там говорить про длины или как там говорить про углы между векторами. Вот. Ну, хорошо. Есть ли какие-нибудь вопросы? Какое слово написано фиолетовым шрифтом, где его не разъяснили? Где? Здесь? Да. Артонормальный. Понял, спасибо. Значит, Байз называется артонормальным, если... Давайте в качестве быстрого упражнения давайте я задам такой вопрос. Пусть матрица скалярного произведения выглядит вот так. Задача. Как выглядит единичная окружность? как выглядит окружность с радиусом один вот для такого, относительно такого скалярного произведения. Да, но вот у нас окружностью оказывается какая-то такая штука. Значит, у нас, если скалярное произведение такое, то длина вектора U, допустим, в квадрате, это 4U1 в квадрате плюс 1 четвертая U 2 в квадрате, значит, для того, чтобы добиться значения единицы, мне нужно нарисовать какую-то такую штуку. То есть, вот здесь будет 1,2, а здесь будет 2. вот как-то так она выглядит. Значит, можете проверить, что действительно для того, чтобы, например, вот эта штука равнялась бы единице, скажем, при пересечении с вертикальной осью, это означает, что мне нужно, что вот эта штука у меня нулевая, а чтобы вот эту штуку сделать равной единице, мне нужно U1 выбрать в 1,2. И наоборот, если я смотрю печенье с горизонтальной осью, то у меня вот эта штука нулевая, сейчас, или все наоборот я сделал? Или я все неправильно написал? Значит, если U1, ладно, я сейчас сделаю так, чтобы было правильно в любом случае. Значит, если U1 горизонтально, да, видимо, мне нужно вот так сделать, вот это U1, а вот это U2. Да, ну ладно, хорошо, давайте я, давайте я не буду, не буду жульничать, напишу все-таки здесь U1, U2, а вот эту штуку перерисую. Все, наоборот, конечно, должно быть вот так. А, это ellipse, да, совершенно верно. ну хорошо. Ну что, тогда на сегодня, наверное, все, если больше вопросов нет. Как сказать, фокус этого эллипса? Честно говоря, я не помню точную формулу, надо посмотреть, как это делается, не помню. хорошо. Ну все тогда на сегодня. Спасибо вам. субтитры сделал DimaTorzok, субтитры сделал DimaTorzok, субтитры сделал DimaTorzok,